15-й международный конгресс по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца кардиостим 2023 проходил 10 и 11 февраля в Санкт-Петербурге. В этом году конгресс отмечал свое 30-летие. Первый кардиостим состоялся в феврале 1993 года его основоположником и одним из неизменных организаторов был кардиохирург профессор Дмитрий Федорович Егоров. По трагическому совпадению именно 10 февраля в день открытия нынешнего конгресса, организованного также при участии профессора Егорова, его сердце остановилось. Человек эпоха, человек легенда, он стоял у истоков хирургической аритмологии. 50 лет назад Дмитрий Федорович Егоров выполнил первую операцию по имплантации эндокардиального электрокардиостимулятора в Петербурге. Профессор Егоров благодаря своему уникальному организаторскому таланту сумел объединить аритмологов страны в единое сообщество в рамках конгресса кардиостим, который стал основной образовательной площадкой для специалистов, занимающихся лечением нарушений ритма и проводимости сердца на долгие годы. Начинали мы тогда с хирургии, и хирургические методы лечения открытые операции с искусственным кровообращением были основным методом лечения. Сегодня он не уходит в прошлое. Сегодня все делаем с катетерными технологиями, навигационными технологиями. Это позволяет, во-первых, персоналу и пациенту не облучаться. Все это навигационная техника, и эффективность очень большая. Мы, в частности, в Центре хирургии Мини-Вишневского используем гибридные методы лечения. Это и катетеры, и хирургия, и таракоскопические методы, и роботические, которые позволяют в высоком проценте случаев убрать все эдиаритмии, в частности, мерцательную аритмию, рефибрилляцию предсердия. В работе Конгресса ежегодно принимает участие свыше полутора тысяч специалистов. Научные заседания Конгресса проходят одновременно в 13 залах отеля «Парк Инн Прибалтийская». За три дня работы эксперты представляют более 350 лекций и докладов по всему спектру вопросов современной аритмологии. Каждый такой Конгресс какие-то мысли рождает, какие-то идеи, какие-то новые технологии. И вот в этом самое главное важность. И, конечно, это происходит не только на важных заседаниях и обсуждениях, но и в кулуарах тоже идет дружеское общение, выставка новых технологий в медтехнике. Все вместе это такой конгломерат важнейших событий для тех, кто занимается лечениями нарушения ритма сердца. Аритмология – современная наука, конечно, но проблема достаточно старая. Я бы выделил, наверное, две основные. Это фибрилляция предсердий, контроль фибрилляции предсердий, вернее, желательно, конечно, не самой фибрилляции предсердия, а контроль синусового ритма. Ну и, безусловно, это профилактика желудочковых нарушений ритма, которые могут закончиться желудочками, тахикардиями и фибрилляцией желудочков. Этот Конгресс объединил людей очень разных специальностей – кардиологов, хирургов, электрофизиологов, физиков, инженеров. И вот на стыке дисциплин – большое развитие. И мы его наблюдаем. Эти три года тоже, хотя не было Конгрессов, но мы видим развитие. Очень многие центры стали квалифицированными учреждениями, где на высоком уровне идет и диагностика, и лечение аритмии сердца. В последние годы в арсенале наших врачей-аритмологов появился высокоэффективный антиаритмический препарат, разработанный российскими учеными. Буквально одна цифра, характеризующая его эффективность. Люди знают из множества фильмов о том, что существует так называемая шоковая терапия, нанесение электрического разряда или дефибрилляция. Вот эффективность электрического разряда, электрической дефибрилляции, электрической кардиоверсии при этой форме аритмии составляет 90%. Эффективность всех ранее доступных препаратов от 20 до 30, максимум 60%. Вот препарат Рефолон, который был создан в нашей стране, купирует, очень быстро купирует эту аритмию с эффективностью, превышающей 90%. То есть можно поставить знак равенства между электрической дефибрилляцией, электрической кардиоверсией, как максимально эффективным способом нелекарственного лечения, и лекарственный препарат, который работает с эффективностью электрического разряда. Конечно, сегодня ритмология даже прервала такие масштабы и развития, которые нам и не снилось в самом начале. Это действительно такой сплав науки, технологий, инженерных, врачебных, фундаментальных направлений, таких научных. На сегодняшний день действительно многие проблемы решения нарушения ритма сердца, они решены. И многих больных мы можем делать практически здоровых, хотя исходно они могут быть практически инвалидизированы. На прошедшем кардиостеме был представлен инновационный метод нейромодуляции для лечения пациентов с нарушениями ритма сердца, в том числе пациентов с артериальной гипотензией, состоянием для которого не существует специфических методов лечения. Методика, которую мы разрабатываем совместно с Институтом физиологии Павлова здесь в Санкт-Петербурге, заключается в черезкожной неинвазивной стимуляции задних рогов спинного мозга у пациентов с клинически значимой артостатической гипотензией. Предварительные результаты, которые получены нашей научной группой, обнадеживают и показывают, что у ряда пациентов, у которых основной ключевой момент снижения артериального давления в артостазе это отсутствие коррекции общего периферического сосудистого сопротивления, черезкожная стимуляция спинного мозга может компенсировать частично это состояние и, соответственно, компенсировать падение артериального давления. Особое место в программе Конгресса «Кардиостим» отводится детской кардиологии и аритмологии. Ребенок – это совершенно другой человек. У него есть очень много особенностей, у него маленькие сердца, немножко по-другому организму работает. И другие обстоятельства, что до настоящего времени нет приборов, устройств, электродов, которые бы в большой степени соответствовали весу и возрасту ребенка. Многие инструменты, с помощью которых излечивается нарушение ритма взрослых, приходится применять у детей. Конечно, сегодняшние технологии позволяют очень многие формы нарушения ритма сердца устранить навсегда. И в этом смысле, конечно, одна из главных задач – накапливать опыт в лечении брадия аритмии у детей, в том числе у детей новорожденных и более старшего возраста. И современные технологии позволяют проводить очень эффективную электрокардиостимуляцию, поскольку и вес стимуляторов уменьшался, и очень много функций в наших современных, сегодняшних, умных стимуляторах. Мы очень рады, что благодаря кардиостиму детская кардиология не плетется где-то за взрослой кардиологией, а идет нога в ногу. И, естественно, что в каких-то тяжелых случаях, и сегодня были доклады об этом, мы обращаемся к кардиохирургам в отношении детей и раннего возраста, когда мы не справляемся нашими методами. Но, тем не менее, мы очень рады, что вот за нами стоит вот такая мощная спина нашей поддержки. Вот это взрослые кардиологи, хирургические методы лечения. Но, тем не менее, конечно, у педиатров, у детских кардиологов совсем другое отношение к лечению детей. Другие методы применяются, особенно у малышей. Кардиостим меня когда не ошибался в моменте. И все те, кто были выбраны, да, как победители конкурса научных докладов, кто получал первые премии за них, они до сих пор являются авангардом и костяком специальности. И это очень приятно. Конгресс кардиостим – это гибкая, постоянно совершенствующаяся структура, которая объединяет взрослое поколение специалистов и поддерживает молодых врачей. КОНЕЦ